Добрый вечер дорогие телезрители! Давайте приступим к первому блоку. Он будет у нас сегодня посвящен спортивному ориентированию. Вообще у нас завершается месяц этого прекрасного вида спорта. На протяжении всего мая были различные соревнования и самым масштабным из них явился по традиции российский азимут 2017. И у нас есть готовый сюжет. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Несмотря на прохладную погоду, на старт в этот день вышло множество любителей физической активности разных возрастов. Перед ними стояла задача за минимальное время, ориентируясь по карте, отметиться на всех 50 контрольных пунктах маршрута, которые были разбросаны в разных частях лесного массива парка. Особенно радует тот факт, что несколько лет назад в взрослых группах было совсем мало людей. Были группы, в которых вообще никто не стартовал. А в этом году есть люди во всех группах. И в 21-й, и в 35-й группе есть реальная борьба. То есть появилось много людей, которые вернулись, кто раньше бегал. Появились люди, которые не бегали. Это лыжники, это венеры, это легкоатлеты. Действительно, подобные соревнования с каждым годом набирают все большую популярность среди жителей республики. Так, в борьбу за медали нынешнего Азимута вступили более 260 участников. В основном дети из школьных команд. Сначала надо было найти свое место нахождения, а потом найти лежащий КП. В нашей школе мы проводим вориентирую с 1999 года. Так, и по сей день у нас сейчас и дети в городских фирмах соревнований. Мы входим в состав Единого туризма в Сахаринтиш. И совместно с ними проводим занятия по туризму в нашей школе. Среди участников были и люди старшего поколения. Александр Александров, невзирая на возраст, каждый год выходит на старт все с большим энтузиазмом. Я занимался, когда я поступил в университет, и занимал с 79-го года. И по всей, по возрасту по 60, но я сейчас тоже бегаю. Уже в эти выходные якутские любители спортивного ориентирования вновь выйдут на поиски контрольных пунктов в рамках республиканских соревнований, которые пройдут в селе Старая Топога и в лесном массиве Покровского тракта. Замечательный сюжет. Спасибо Власию, а также нашей съемочной группе. Ну и теперь давайте знакомиться с нашими гостями. Сегодня в нашей студии непосредственные участники, которые прям любят и живут спортивным ориентированием. Знакомьтесь. Юрий Владимирович Иванов, главный судья соревнований. Далее у нас сидит Ольга Мамаева, участница соревнований, ученица 11-го класса Саха-Корейской школы. А также Надежда Назарова, участница соревнований, ученица 10-го класса школы номер 33. Добрый вечер. Добрый вечер. И я думаю, первый, конечно же, вопрос будет адресован Юрию Владимировичу. Очень насыщенный месяц прошел, действительно очень много соревнований было. И вот расскажите нам вообще, как все это прошло и вообще о традиции проведения такого количества соревнований именно в мае месяц. Ну у нас издавна мы проводим в мае очень много соревнований. Дело в том, что в июне уже дети заканчивают учиться и количество людей, которые принимают участие в ориентировании, резко сокращается. В этом году у нас было 4 среды ориентирования. На каждой среде ориентирования стартовало более 300 человек. Среда ориентирования проходит массово, как массовый вид спорта. И старт открыт с 10 часов до 5 часов. Последний старт был открыт до 7 часов вечера. И любой желающий может прийти на старт в любое время. Люди, которые работают, они выкраивали время и вместо обеда прибегали на место старта и пробегали дистанцию. Ну и конечно, венец майских соревнований в массовом виде спорта – это российский азимут. Он у нас проводится в 10-й раз. В России он проводится 11-й раз, а мы один год не проводили, не успели войти. И во второй год мы на Чурмаране сами, без поддержки Госкомспорта, сами провели соревнования, фотографировались, отправились, что мы можем проводить. И в следующий год нам уже и присылали медали, и карты печатали, и футболки раздавали. И максимальное количество участников у нас 4 года назад было больше 800 человек. И мы, конечно, ориентировщики гордимся тем, что на старты российского азимута мы приказов не по управлению образованием, не по министерству не издаем, распоряжений не издаем. То есть мы работаем с тренерами, с учителями физкультуры, и приходят на старты те, кто именно хочет бегать. Не насильно, а вот сами. Люди сами приходят на старт и сами бегают. Ну, то есть в любом случае численность людей, которые увлекаются спортивным ориентированием, она просто так, ну, удивляет, да, наверное. Мало возможно, кто об этом знает, но те, кто люди попадают туда, это, наверное, настолько затягивает, что это уже становится традицией заниматься этим каждый год. И вот у нас, например, девочки, несмотря на свой юный возраст, это уже именитые спортсменки, да. И, девочки, как давно вы узнали, что такое спортивное ориентирование и что для вас значат вот такие мероприятия? Ну, у меня в семье мама занимается, она мне приручила с детства еще, да, у меня там 6 лет было, я ходила вместе с ней. А потом на первой среде, в 2009 году, меня Юрий Владимирович нашел в партии, такой, пойдем бегать. И я начала бегать у него, и вот сейчас я уже в 11 классе, это было третье, то есть 8 лет я уже занимаюсь. Спортивное ориентирование. Что касается Надежды. Да, у меня на самом деле тоже спортивная семья, у меня и мама занималась, и сейчас она бегает, и папа раньше занимался. И как бы у меня не стояло вопроса, чем вообще я буду заниматься в жизни. Я сразу знала, что я займусь спортом. И родители меня настраивали на это, и в четвертом классе мой тренер, который сейчас меня тренирует, Жуков Андрей Владимирович, он набирал в школе набор в четвертом классе, и он увидел меня, сразу же заметил и сказал, что, ну, да, ты будешь заниматься. Я думаю, тут для наших дорогих телезрителей нужно отметить, что вот наши прекрасные гости, сегодняшняя Надежда и Ольга, они на российском азимуте участия не принимали, так как они у нас уже достаточно опытные спортсменки. Вот сразу давайте отметим, что Надежда у нас является кандидатом в мастера спорта, а Ольга является, ну, имеет первый разряд взрослой, да, если не ошибаюсь? Да, да, конечно. Да, вот видите, какие у нас опытные спортсменки. И хотелось бы спросить у Юрия Владимировича, вот на примере вот наших сегодняшних девушек, вот они достигли вот определенных результатов в этом виде спорта. Насколько трудно вообще самореализоваться в спортивном ориентировании как спортсмена? Трудно именно для нашего региона, потому что развивается спортсмен-ориентировщик тогда, когда у него много стартов и когда есть разнообразные карты, разная местность, разные карты, получается больше опыта. У нас вокруг Якутска карт недостаточно, всего 5-6 карт, которые мы задействуем. И можно сказать, что и Надя, и Оля там могут бегать без карты. То есть они могут запомнить, они практически все тропинки, ну все тропинки они уже точно знают. А еще год побегают, и все, ну не то что деревья, муравейники, упавшие деревья тоже будут знать. То есть это все запоминается, и когда человек бежит по знакомому, для него большого развития нет. Интереса даже нет. Да, интереса нет. И в этом плане большое подспорье оказывает то, что вот эти девочки выезжают. И причем выезжают за счет родителей. У нас финансирования нет на выезды, очень мало финансирования. Они за счет бюджета республики ездили на зимние соревнования по ориентированию, на спартакеады. Как успешно съездили? Надя попала на российский финал, и там показала достойный результат. И бегала где-то посередине протокола, среди мастеров спорта. В этом возрасте там уже бегают мастера спорта. Вот и Надя в этом году выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Опять-таки ездили за счет родителей, вот недавно выполнили. И еще собираются ехать на все лето, практически на месяц. У нас выезжать будет две группы. Одну группу Андрей Владимирович Жуков везет с Оксаной Николаевной, с матерью Надеждой. А вторую группу Василий Васильевич везет. Вот они. И все они едут за свой счет, за счет родителей. Ну, то есть, в принципе, благодаря вот таким энтузиастам вы развиваетесь и получаете вот свои достижения, да? А у меня возник такой вопрос. Мы уже встречались с вами в этой студии и говорили про спортивное ориентирование. Ну, вот, допустим, для людей, которые, возможно, только сейчас присоединились к этой беседе. Вот расскажите, что же такое спортивное ориентирование? Вот какие качества они развивают? Может быть, девочки расскажут. Вот почему вы так увлеклись и вас затянул этот вид спорта? Что для вас спортивное ориентирование? Ну, помимо того, что вы бегаете, выполняете, да, какие-то задания, это интересно, это плюс это все на свежем воздухе. Для вас это что? Ну, на самом деле, спортивное ориентирование – это как бы не только вид спорта, это уже как образ жизни. То есть, ты пришел однажды, и ты уже вряд ли отсюда уйдешь и не будешь возвращаться вновь. Потому что в спортивном ориентировании возрастные группы, вообще, как бы их большое множество, и бегают и в 90 лет, и в 10 лет. И то есть, как бы это реально очень сильно нравится и затягивает. И очень трудно потом бросить этот вид спорта. Еще раз сложно прекратить заниматься им, потому что все твои друзья появляются, которые занимаются, все ваши общие темы идут только насчет этого. Вы обсуждаете соревнования, именитых спортсменов. Очень сложно прекратить это. А желаете ли вы связать вот свою жизнь именно с таким видом спорта? Или все-таки вы себя видите немножечко в другой сфере, и это больше у вас уже как увлечение и хобби, которым вы, конечно, будете заниматься, но это не будущее вашей жизни, профессия? Ну, на самом деле, сейчас для меня это реально вот как профессиональный спорт. И я тренируюсь каждый день и вкладываю в это все свои силы. Думаю, в будущем уже, вот когда я закончу школу, все-таки я пойду немножко в другое русло, но я все равно буду участвовать в соревнованиях, потому что это как бы уже реально образ жизни. А Ольге? Ну, это будет очень хорошо. Ну, это будет хобби, да, действительно. После работы отдохнуть таким образом, да, страстка души. А уже в будущем с детьми вместе с внуками, да? Да, и вот уже как вы сами начали, так и детей будете вести на соревнования по спортивному ориентированию. Юрий Владимирович, вот сегодня наши телезрители вот смотрят на ваших воспитанниц и, может быть, кто-то задумался о том, чтобы тоже начать заниматься спортивным ориентированием. Вообще, насколько доступный вид спорта и где можно записаться на какие-либо занятия? Ну, это очень доступный вид спорта. Занятия у нас у нескольких тренеров проходят в парке в мае и в сентябре. Можно записаться в школах. Есть у нас клуб станции юных туристов Сахар-Ориентир, то есть можно найти управление образованием. И там в разных школах есть тренеры. Если даже в вашей школе нет тренера, то можно обратиться или ко мне, или к любому другому тренеру, если захотите заниматься. Для родителей хочу добавить, что, во-первых, спортивное ориентирование учит быстро думать и принимать правильные решения. Потому что это заложено в самой системе действий ориентировщика на дистанции. То есть он берет карту, планирует, как он будет идти, и потом этот план выполняет. И в спортивном, физическом отношении то же самое. Спасибо большое, дорогие гости. Мы желаем вам удачи, девочкам, конечно же, достижения новых вершин. Удачи в новых стартах. И Юрий Владимирович, у нас остается пара секунд. Следующее соревнование, мы знаем, что республиканский старт будет какого числа? Завтра, послезавтра. Завтра, послезавтра, дорогие друзья, можете приходить, принять участие или поболеть за своих друзей и товарищей. Ну а сейчас нам необходимо идти на короткую паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. После рекламы мы поговорим с вами о таких видах спорта, как хабсагай, а также мини-футбол. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». И этот блок сейчас мы посвятим мероприятиям, которые прошли у нас по такому виду спорта, как мини-футбол. Да, совсем недавно проходило самое такое масштабное и важное соревнование по мини-футболу среди учебных заведений. И наша команда сборной Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова на всероссийском финале проекта мини-футбол в вузы заняла третье место. И сейчас мы рады представить вам наших сегодняшних гостей, собственно, героев этого турнира. Итак, начнем, пожалуй, конечно же, с тренера Сергея Павловича Скрябин, главный тренер команды и игроки, собственно, сборной. Здесь у нас Деустан Пестряков и Айсен Савин. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Павлович, первый вопрос к вам. Как прошел турнир, количество участников и насколько масштабно они были? Ну, турнир прошел довольно-таки для нас, конечно, удачно. Соревнования проводились в городе Красногорск, это в Подмосковье, Кроку-Сити. И там сам проект, вот этот проект мини-футбол в вузы представляет довольно-таки обширную программу. Идет поэтапно. И уже вот, например, выступали Серебряная лига среди женских команд. Там это тоже финальный этап у них идет, как бы, да? Выступало тоже 12 команд. Потом идет тоже 12 команд Бронзовой лига. Там выступают учебные заведения среднеспециальные, которые тоже 12 команд. Потом еще идет Серебряная лига, тоже среди высших учебных заведений, тоже 12 команд. И вот, наконец, наша лига, эта Золотая лига, тоже 12 команд. Ну, то есть важно отметить то, что команда нашего университета выступала в сильнейшем дивизионе вот этого всероссийского проекта. Еще хотелось бы отметить то, что это не первый успех наших ребят. В прошлом году они завоевали чемпионский титул финального, так же, ну, финала всероссийского тоже проекта Ассоциации спортивных клубов. Это, ну, чтобы наши телезрители знали, какая сильная команда у нашего университета. И, конечно же, хотелось бы пообщаться с ребятами. Джулус Айсен, вы бронзовые призеры. Довольны ли вы своим результатом или все-таки надеялись на более лучшие ваши личные результаты и вообще командные? Ну, результатом, конечно, мы довольны. Мы выступали в этом соревновании в первый раз. Ну, вообще, СУФУ участвовала в первый раз. И мы, ну, мы знали способности этих команд. Там играют ребята с высшей лиги, есть даже ребята с суперлиги. Например, вот Сыктывкарского, у команды Сыктывкара есть четыре игрока из молодежной сборной России. Ну, мы знали их способности, поэтому наша была задача выступить достойно. И я думаю, мы выступили. Что скажет Джулус? Думаю, так же. Поначалу думали, ну, где-то в восьмерке будем. Потом нам чуть-чуть повезло с Жеребьевкой и заняли третье место. Золото получила команда Сыктывкара, а серебро? Нет, золото получила команда из Башкирии, а второе место Сыктывкар. И как вы считаете, в чем их преимущество, помимо того, что у них сборная аж четыре, да? У них очень сбалансированная команда. Все игроки почти играют в суперлигах и в высшей лигах. Ну, и хотелось бы еще отметить то, что как Джулустан, так и Айсен являются игроками мини-футбольного клуба «Заря». И они выступали на протяжении всего этого сезона. И вот, дорогие друзья, вот вы только представьте себе, целый сезон на высшем уровне. Первенство высшей лиги страны, вот ребята выступают там, еще вот университетские соревнования, да еще сами тоже там внутри факультета, внутри института там выступают. Вот сейчас сезон, ну скажем, наконец-то завершился. И вообще, насколько устали? Как себя чувствуете? Ну, устали-то устали, конечно, но сезон для нас еще не закончился. Закончился сезон только мини-футбол. Вот уже на следующей неделе начинаются, ну вот, республиканские соревнования, высшая лига по большому футболу. Мы там тоже будем участвовать. Будет выставлена команда университета, как я понимаю, да? Ну, название другое. Название другое, но в принципе состав тоже, да? Да, состав тоже. Ну и продолжая эту тему, Сергей Павлович, расскажите, вот сейчас команда находится, наверное, не в лучшем тонусе, так как после трудного сезона, да, сейчас какие цели перед собой ставит ваш коллектив в республиканском чемпионате по большому футболу? Ну да, с окончанием учебного сезона у нас как бы уже мы переходим, то есть переходной этап идет у нас, сейчас в скором времени уже ребята начнут сдавать свои экзамены, зачеты, поэтому вот особых таких тренировок нет. Не отвлекает их от учебного процесса? Да, не отвлекает. И будем потихоньку готовиться уже к следующему сезону, уже как бы переходной этап идет, да? И с осенью уже будем готовиться тоже вот к этим соревнованиям. А насколько вообще значима эта бронза именно для университета, для ребят? Ну, это, этот турнир среди студентов в России, это самые такие большие соревнования. Например, вот Серебряная лига, да, среди учебных заведений, там победитель едет на чемпионат Европы, а победители Золотой лиги уже будут представлять Россию на чемпионате мира среди студентов. Действительно очень значимое и масштабное соревнование. И вот хотелось бы спросить у бронзовых призеров, да, вот сидят у нас ребята, красавцы студии. Вот вы являетесь игроками мини-футбольного клуба «Зари». Раньше помним состав, какой был, сейчас клуб делает акцент на молодых футболистов, да? И у вас исполнилась мечта многих-многих вот юношей в республике, да? Вы студенты Северо-Восточного федерального университета и в этом возрасте уже являетесь игроками «Зари». Каково это вообще осознавать и насколько это прекрасное чувство? Ну, конечно, чувства очень хорошие, особенно занять третье место, это самое престижное среди студентов. Так что тоже я счастлив, можно сказать, осуществил свою мечту, играю за «Зарю». Это с детства была моя мечта. Джилус, помнишь первый день, когда ты пришел в команду Олега Михайловича Марченко? Насколько трудно было вот в первое время осваиваться и вообще как проходил этот процесс? И как давно? Где-то полтора года назад где-то было. Пришел на тренировку и все там было трудно. Заблудился. Где я? Чего играю? Ничего не знаю там. Пугали. Постепенно привыкнешь, подтянешься. И вот, ребята подтягивали. Ну, сейчас-то увереннее себя чувствует, намного лучше. Ладно, как они себя чувствуют морально. У меня возникает вопрос. Вот, как уже сказал главный тренер, сейчас вас стараются не отвлекать от учебы. А вот насколько сложно совмещать вот настолько насыщенный график именно спортивной вашей жизни, а также еще и учебный процесс? Ну, наверное, вам делают какие-то поблажки, так как вы спортсмены, но у вас очень насыщенный график, постоянные тренировки. Возможно ли все-таки это... Ну, вы, наверное, наглядный пример того, что учебу можно совмещать. Ну, как вам удается это все? Насколько трудно дается? Ну, трудно-то не трудно. Учеба проходит у нас с утра, но тренировки уже вечером, так что совмещать не так уж сложно. Ну, нету, конечно, свободной времени там погулять с друзьями, но это не проблема, как бы я был лучше заниматься спортом, играть в футбол. Ну, как говорится, талантливый человек, талантливый во всем. И, Сергей Павлович, мы, конечно же, не можем не спросить насчет сотрудничества Северо-Восточного федерального университета с мини-футбольным клубом «Заря». Вообще, какие отношения между университетом и клубом, и как они развиваются? Ну, с Олегом Михайловичем я давно знаком, где-то с 90-х годов, наверное. Мы с ним почти ровесники, вот, давно уже знаю. И, конечно, сотрудничество идет очень плодотворное. И я помогаю Олегу Михайловичу как бы, и он, конечно, мне помогает. Ребята там набираются опыта, и уже легче с ним уже потом работать. Да, кстати, на эти соревнования, как я знаю, вместе с вашей командой Олег Михайлович тоже вылетел в Подмосковье. Можете нам рассказать, с какой целью, какую он там работу проводил? Ну, во-первых, я хочу выразить свою благодарность Олегу Михайловичу. Он мне очень сильно помог там. И, конечно, у него там тоже, как бы, можно сказать, велась тоже работа. Селекционная работа? Да, селекционная работа. Он там ходил, разговаривал с ребятами. Надеюсь, в новом сезоне мы увидим вот этих игроков, которые играли в «Золотой диге» у нас в «Заре». Мы на это тоже очень сильно надеемся. Но, ребята, такой вопрос. Сезон, который завершился для нашего мини-футбольного клуба «Заря», назовем, не самый удачный сезон получился. И вы, вот, игроки флагмана якутского мини-футбола, что можете сказать о следующий сезон? Какие амбиции вообще, какие надежды? Амбиции, конечно, высокие. Ну, клуб «Заря» такая команда, она может выиграть у любой команды, но так же может и проиграть любой. Так что в следующий сезон мы тоже игроки будем все молодые, но уже окрепшие, так как уже поиграли один сезон. Так что будем плей-офф. Это задача. То есть планы наполеоновские и надежды, да, у вас. Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, с какими основными проблемами вообще сталкивается вот именно мини-футбол нашей республики? Ребята есть, кадры у нас хорошие, да, но все равно, как и в любом другом виде спорта, есть какие-то проблемы. Вот основные проблемы у наших команд. Каковы? Ну, у наших команд, конечно, это географические, да, можно сказать. Отдаленность. Да. Очень у нас билеты дорогие, поэтому туда, куда-то ездить на соревнования очень трудно бывает. Ну, в основном я вижу вот это. У нас не хватает вот именно игровых моментов именно вот где-то там на западе. То есть хотелось бы, конечно, почаще выезжать? Да, почаще. Да, вот как раз таки заговорили мы о том, что нужны выездные соревнования. Сергей Павлович, ваша команда громко заявила себе уже на всю Россию, вот победа в финале АСК и теперь бронза в всероссийском проекте, в финале всероссийского проекта мини-футбол ВУЗы. Какие последующие планы? Будем ли мы участвовать дальше в Золотой Лиге или же имеются какие-то иные идеи? Ну, там прошли, прошло у нас там во время соревнований прошли собрания, да? Собрали всех тренеров там и обсуждали вот эти проблемы. Например, как дальше работать, как и где вот эти этапы провести. И мы раньше вот Серебряная Лига, когда играли, да? Играли именно в Дальневосточном федеральном округе. А там очень мало команд. И тоже билеты очень дорогие. Лучше поехать в Москву, чем в Хабаровск, Южно-Сахалинск где-то. Поэтому они вот с этого года решили объединить Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. Надеюсь, там мы поедем. Да, в принципе, с такими же проблемами встречалась и Высшая Лига, да? Ассоциация мини-футбола России. Ну и мы очень рады, что все-таки эти проблемы решаются. Большое спасибо, что вы нашли время и посетили нашу студию. Мы вам очень благодарны. Сергей Павлович, вам желаем удачи на следующих стартах. Надеемся, что в следующем году мы ровно через год соберемся здесь и будем обсуждать уже золото этого турнира. Ну, надеемся. Да, ребята, удачи вам на следующих стартах, на сессии, конечно же, и вообще, ну, по жизни. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. А мы с вами увидимся через короткую рекламу. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы приступаем к третьему заключительному блоку сегодняшнего выпуска передачи «Спортклуб». И 21 мая в нашем городе прошел открытый турнир Гагаринского округа памяти героя социалистического труда трижды кавалера трудового красного знамени заслуженного пилота Советского Союза Валерия Кузьмина. И сегодня в нашей студии непосредственно организаторы, а также участники данного турнира. Давайте знакомиться. Ну что ж, у нас сегодня в гостях Руслан Михайлович Аплатонов, глава управы Гагаринского округа города Якутска, а также Нергун Игоревич Абугулов, главный судья турнира, и Станислав Егорович Афанасьев, главный тренер сборной города Якутска по борьбе Хавсагай. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос будет к Руслану Михайловичу, как главе управы Гагаринского округа. Как пришла идея вообще проведения данного турнира и чья инициатива это была? И я знаю, что вы проводите его впервые, да? И какова значимость это именно для вашего округа? Ну, не только для округа. Это Хавсагай проводился для всего города Якутска. Первая идея пришла нам с Нергунем Игоревичем на ковре Дюсуша-3, когда мы вместе с ним тренировались. Поэтому в январе месяце мы с ним... Январе, в феврале? Январе. И подумали, что неплохо было бы для города Якутска в нашем округе проводить соревнования имени Валерия Ильича Кузьмина. Вот так и началось. Ну, действительно, очень значимое соревнование, ведь, как мы знаем, это первый турнир внутри округа, да, который проводился на территории столицы нашей республики. И у нас вопрос к Станиславу Егоровичу. Мы знаем, что одной из главных целей данного турнира является подготовка спортсменов до города Якутска к предстоящему спартакею по национальным видам спорта Играм Анчары. Как себя проявили спортсмены, ваши подопечные, и в какой физической форме, вообще настроении находится в данный момент? Ну, форма у нас отличная, там мы хорошо боролись наши ветераны, Дешковский Захар, Уигура Василий, Стручко Василий, Афанасьев Лев, хорошо боролись. Эти трое первых названные, они стали чемпионами. И еще вот Прокопий Петров, Балеев Никита, вот они тоже хорошо боролись, в основном, но подготовка идет нормально. Будем. По плану, да? Да, по плану, это, ну, как говорится, это первый этап соревновательной подготовки у нас. Лучшая тренировка, это, конечно же, соревнования. Миргун Игоревич, а немножечко статистики. Вообще, сколько человек приняло участие в данном турнире? В турнире 123 выступило, из них 25 мастер спорта. Были сильнейшие известные хасагаисты, международники по вольной борьбе, Владислав Андреев. И среди мужчин 6 веселых категорий было, среди ветеранов 5. Так, вот и все. Все хорошо выступили. Вот и все. Руслан Михайлович, вопрос к вам. Ваш округ, получается, стал первоначальником, да, вот, получается, по округу провести такое масштабное соревнование, которое собирает на ковре таких именитых спортсменов. Как вы думаете, вот, данный турнир, какой толчок даст развитию борьбы хапсагаи, вот, не только в Якутске, но и вообще в республике? Ну, я хапсагаю неровно дышу с детства, и это такой же ценный вид нашей борьбы защиты нашего народа, описанного в нашем гереческом эпосе Лонхо. Он, я считаю, стоит на одном уровне с хамусом, с якутским ножом, с чороном, с тоюком и со всеми. Это наследие наших предков, и поэтому мы должны этот вид спорта, как вида спорта защиты народа Саха, племя они, передавать подрастающему поколению. Из этих побуждений, из этих мотивов мы провели 21 мая вот этот наш турнир имени Валерича Кузьмина. Кузьмин Валерич – это человек-легенда, это флагман всей авиации Советской Якутии, Республики Саха-Якутия. Благодаря ему сюда прибыли самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-20, много можно перечислять, и он действительно является самым задающимся личностью Гагаринского округа, и именем его названа улица в городе Якутское, и личность Республики Саха-Якутии. Поэтому я считаю, что этот проект и этот турнир будет продолжаться из года в год. Я очень благодарен руководству города Якутска, Асин Сергеевичу Николаеву, Николаеву Насимесникову, аэропорт Якутск, которые поддержали данный проект. И, естественно, этот проект будет нацелен на повышение качества тренировки будущих спортсменов, чемпионов подрастающего поколения и на предстоящие игры Мончары и все остальное. Поэтому будем работать. Станислав Егорович, расскажите, пожалуйста, каков был накал страстей? Были ли какие-то открытия для вас? Или в принципе все прошло более-менее спокойно и никаких таких прям... Были ли сюрпризы, или же фавориты так и выполнили свои поставленные задачи? Такого почти не было. Все знаменитые капсагаисты боролись в основном. И вот у нас абсолютный приз самый большой был, это Ржевепр, Руслан Микайлович, этот приз, вот этого, этот Айхал Крылатов, чемпионом стал, это Верхний Вилюнский, с ним вышел финал этот Дишковский статус, Семенгина Кангалатский, вот и Айхал. Хотя в своем весе призовое место не заняли. Да, Айхал вдвоем призовое место не заняли, в своем весе они стали финалистами. Ну вот мы заговорили именно о схватках, да, самая интересная составляющая нашего сегодняшнего диалога. Я уверен, что в будущем другие круга города Якутска тоже последуют вашему примеру, и в скором времени будут другие турниры. И продолжая тему о схватках, конечно же, вопрос адресуется Нергуну Игоревичу, как главному суде турнира. Вот многие любители, на вас сейчас смотрят многие любители национальных видов спорта. И пожалуйста, напомните, ну, отметьте, наверное, самую интересную, ну, пожалуй, три схватки, по вашему мнению, всего турнира. Всего турнира, ну, это мои друзья все, я всех знаю. Владислав Андреева впервые вижу, ну, как он борется. Всегда смотрю на него с удовольствием. И на 70 тоже мой друг боролся, Владислав Петров. Тоже смотрю их тоже с удовольствием, как он борется, болею за них. И 80 тоже Прокопий Петров и Сафраниев Игорь. Тоже их все, все мои друзья. Ну, то есть горячо поддерживаю своих друзей. То есть помимо того, что он является главным судьей, он также сопереживал всем своим друзьям. Он сам боролся. Еще и сам боролся. Да. Скромный судья не рассказывает, да, о себе. Зато рассказали другие. Руслан Михайлович, а вот вы считаете, ну, Хабсагай, вы уже сказали, что это любовь, это любовь не только как виду спорта, это культура, это уже история. Как вы считаете, вот ваша инициатива проведения такого турнира, вообще именно это популяризация такого вида спорта? Или все-таки она уже есть, просто немножечко нужно как бы проявлять инициативу и проводить такие турниры? У бразильцев есть джиу-джинсу, да, у японцев сумо, и у многих видов, у многих народов мира разные различные виды единоборств. У нас есть Хабсагай, и мы не должны его терять, и мы должны его развивать. Вот такие мысли двигают всегда для развития, для работы в этом направлении. Но мы не можем, а не спросить насчет дальнейшей судьбы данного турнира, про перспективы развития этого соревнования вообще, какие планы. Ну, конечно, я понимаю, что этот турнир у нас только недавно завершился, но я уверен, что уже есть какие-то идеи насчет проведения вот следующего турнира. Будет ли он ежегодным? Да, ежегодно будет. Там Алексей Урович Мастахов сегодня мне сказал, что ежегодно хотят вот этот турнир, и входит этот турнир уже в календарном плане Хабсагай Федерации. С следующего года уже республиканский мастерский турнир будет. С присвоением Хабсагай. Да, ну просто мы хотим его назвать, да, Хабсагай. То есть по такому виду спорта, как Хабсагай, у нас только будет еще больше соревнований по календарному плану. Немножко меняются названия, но суть одна, любовь к такому виду спорта, как Хабсагай. Да, дорогие друзья, только что вы, наверное, услышали название турнира, который будет мастерским турниром. Может быть, так и назовется, покажет время. Также вопрос к Станиславу Егоровичу. Команда сейчас готовится, ну, как вы сказали уже, ваши ребята себя достаточно хорошо продемонстрировали на данном турнире. С какими амбициями сборная города Якутска вступит на ковры Спартакяда по национальным видам спорта Играманчары? А, ты уже ковер покажет основном. Это второй этап подготовки соревновательной, это у Солдани будет, это Кабсагай, у всех Кабсагай это, и на призы Иннокентия Халдеева, там турнир тоже будет большой, и там мы будем второй этап подготовки соревновательной. Ну, после этого же, после этого турнира мы будем собираться, сбор будем делать, и там Верка Неволюсика такой, Вер, покажет, что там. Ну, у нас остается очень мало времени, да. Давайте проанонсируем, ну, не то, чтобы проанонсируем, а давайте дадим знать нашим дорогим телезрителям, любителям национальных видов спорта, какое время года ждать следующий турнир? Растерялись. Это он, что нам не хватило, скажем. Да, мы с Нюрбином Игоревичем, когда начинали этот турнир, мы хотели провести его в апреле, но получилось, что в апреле... У нас эфир уже заканчивается, значит, в мае будущего года. В мае будущего года. Ну что ж, спасибо большое, мы желаем вам удачи и всего самого наилучшего. Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, мы не прощаемся, увидимся в следующую пятницу в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok